Работники правоохранительных органов продолжают поиск виновных во взрыве памятника Сталину. В понедельник был задержан заместитель председателя областной организации «Свободы» Юрий Гудыменко. Подробнее в следующем материале. Эту новогоднюю ночь глава областной организации всеукраинского объединения «Свобода» Виталий Подлобников запомнит надолго. Он подумал, что наступает новый 37-й год. Поиски виновных во взрыве вышли далеко за пределы Запорожского региона. В Борисполе состоялся обыск на квартире бывшей жительницы нашего города поэтессы Марины Брацила. Задержано несколько членов всеукраинского объединения «Трезуб» имени Степана Бандеры. Одним словом, милиция пытается найти виновных по горячим следам. Нас тут намагалися в милиции переконать в том, что мы в этом войне. Но все сводилось до одного. Если не вы это сделали, значит вы обязательно знаете, кто это сделал, а вы будете отвечать и вы. На данный момент сотрудниками ЖАФНЕО РОВД задержан заместитель Виталия Подлобникова Юрий Гудыменко, которого перевели в изолятор временного содержания. По этому поводу комментарии сотрудников милиции не выходят за рамки дежурного, ведется следствие. Сам глава Запорожской организации «Свободы» расценивает задержание его заместителя как политическую репрессию. Цему беззаконию нужно делать какой-то опер. Что мы будем делать? В законный способ, безумовно. В среду активисты «Свободы» планируют провести акцию протеста у стен следственного изолятора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова